Всем привет, друзья! Так как вы не забываете про меня, ставите лайки, подписки, я не забываю про вас и пилю для вас всегда контент, даже на отдыхе. Во-первых, всех с великим праздником, самым важным в нашей жизни, потому что кто осознает смысл и суть данного праздника и всего происходящего, осознает смысл жизни и много чего обретет. В сегодняшнем ролике хотел бы с вами поговорить. Вы всегда смотрите меня и думаете, ничего там себе, сколько ему донят на стримах, сколько ему ставят лайков, подписки, у него там 70 тысяч подписчиков, как это все классно, как это все круто. Он популярный стример, его узнают на улицах, с ним здороваются, фотографируются. Просто кайф! Вы, наверное, так себе все думаете. Но вы, ребята, тоже, большинство из вас не знает обратной стороны медали. И эту обратную сторону медали знаю я и знает моя женщина, да, и, возможно, какие-то мои близкие. Поэтому я сегодня и хотел, хотел бы поведать, даже выписал себе важные моменты. Во-первых, Даша, покажи. Вот, пожалуйста, те моменты, которыми я пользуюсь. Это очки. У меня упало зрение, да, после того момента, как я начал играть, там, стримить, все в этом духе. Это капли, чтобы не пересыхали глаза. Вот эти все препараты. Вот эти все препараты от геморроя. Вот этой вот капли. Вот это все от нервов, таблетки, рецептан, который мне прописал невролог. Начну я, расскажу вам все секреты и все фишки, что у вас может произойти. Потому что люди, которые работают на других сферах работы, да, они думают, блин, как же классно сидеть дома, там, играть в свои любимые игры, получать деньги. Но многие даже не подозревают, чем это все, скажем так, сопутствуется. Начнем первое. Первое – это геморрой. Я приобрел себе данную штуку давненько, уже года три назад, наверное, у меня начал пульсировать анус. Просто я не знал, геморрой это, не геморрой. У меня такие симптомы у всех людей по-разному. И потом пошел к проктологу. Он предложил, сказал, у вас геморрой. Предложил мне способ лечения, там, вырезать мне это все с помощью, там, какой-то операции, каких-то колец. И это дорогостоящее, в частной клинике был дорогостоящую операцию, мне провели за три раза. Было нереально больно. Ну, кто помнит ту ситуацию, тот помнит. Нереально было больно. Я потом, когда уже вылечили, я так обрадовался, классно. И вот буквально через год-полтора это вещество опять возвращается. Поэтому это, естественно, не только у геймеров. Это, в принципе, любой сидячий образ жизни. Это первое, ребят. У меня здесь 10 пунктов. Второе. Это зрение. Это мои очки. То, что у меня было в 18 лет, у меня было 100%, в 17-18 у меня было 100% зрение. Потом оно начало падать. Не знаю, от компьютера это, либо, возможно, не от компьютера. Но сам факт в том, что появилось, начало падать у меня, когда я начал много сидеть за компьютером. Возможно, тогда мониторы были хуже, еще что-то. Пока что оно на данный момент у меня держится. Но есть еще некоторые минусы со зрением. То, что из-за того, что я много сижу за компьютером, мне очень сложно смотреть на солнце. Даже не на солнце, а на свет, на какие-то белые детали. То есть, какую-то белую стену, белый шкаф, шифонер, еще что угодно. У меня летают перед глазами такие мошки. И черные такие пятна. Я ходил в больницу, думал, что у меня со зрением может какая-то болезнь серьезная. Потому что оно сильно раздражает. У тебя перед глазами летают такие пятна. И я пообщался с врачом. Она говорит, что у многих людей такие пятна. С офтальмологом, или как там их называют, пообщался. И она говорит, что у многих людей летают такие пятна. То, что типа все нормально у тебя с глазами. У кого-то просто в меньшей степени, у кого-то в большей степени, у кого-то раньше, у кого-то позже. Дальше. Что я приобрел еще за эти времена своей работы? Это шейный остеохондроз. У меня были проблемы с шеей. У меня был вот здесь сейчас, может быть, уже меньше. Потому что я хожу на массажи часто. У меня был здоровенный горб здесь. Вот здесь на шее. И я начал тогда... Проблемы были с давлением. Со всеми этими приколами. И я начал ходить на массажи тогда. Мне сказали, что у меня шейный остеохондроз. Это типа болезнь, которая, в принципе, никак не лечится. Можно ее только типа улучшать массажами и всеми такими приколами. Дальше. Четвертое. Это проблемы с давлением. То есть у меня сейчас уже намного лучше стало. Но до этого, буквально год назад, у меня часто была кровь с носа. То есть даже вот недавно, месяц-два назад у меня такое тоже было пару раз. То, что я сплю, просыпаюсь, думаю, у меня текут сопли. А это течет кровь. И так же во время стримов даже была кровь текла. Там просто где-то гуляли. Просто течет кровь. С носа, как мне говорили, это повышается, падает там давление. Какие-то приколы с давлением. Где-то какие-то там артерии. Я не знаю, что-то где-то вены, что-то передавливается, когда ты много сидишь. Дальше. Самое опасное и самое жесткое, когда я именно очень жестко боялся, действительно было страшно. Это панические атаки. То есть много кто смотрел мои стримы тогда. Вы вспомните, что я не мог стримить больше двух часов. Это было где-то года полтора-два назад. Я не мог стримить больше двух часов. У меня начинала кружиться голова. Просто сижу, у меня голова кружится. Не имели конечности у меня. Это все, как оказалось позже, это все на нервной системе. Я часто на стримах грызу ногти. Я хожу весь отдавленный в прыщах. То есть сам давлю. У меня там 2-3 прыщика, которые там заживут через 2 дня. Я их раздавливаю, что у меня все лицо красное. Даже, возможно, сейчас у меня такое же. До сих пор. Дальше. У меня были панические атаки. Это вообще страшная штука на самом деле. Тебе кажется, как будто... То есть я сижу весь день, все нормально, классно. Начинаю, ложусь спать. Меня начинает трясти. Просто вот так вот трясет. Где-то минут 10-20, я не знаю. И ничего, я вызывал скорую. Мне кололи какие-то там уколы, горячие уколы, что-то такое кололи. Такой момент у тебя немеет весь затылок. Вот так вся голова немеет. Ты не чувствуешь голову. И вот именно кажется, как будто 1-2 секунды ты выключишься. Либо тебе кажется, либо ты там умрешь, либо просто потеряешь сознание. Но просто кажется, как будто вот-вот секунда так настолько становится херово. Ты кажется, все, ты умираешь. Тебе кажется, что ты сейчас выключишься. Вот это у меня 3 раза такие были панические атаки, именно конкретные. Потом я как-то научился их преодолевать. То есть я только знаю, что вот-вот меня на что-то трясет. Я как-то пытался где-то отвлечься, посмотреть какое-то видео. То есть она начинается, эта атака. И ты все дополнительно еще вспоминаешь то, что было, что может быть. И это все. И это начинается полная жопа. Я ходил по больницам, парни, я 2 или 3 года ходил по разным, по миллиардам этих врачей, по всем кабинетам, по частным клиникам, по государственным клиникам. Ходил, не знал, что со мной происходит. Меня трясет постоянно. Мы поехали с Дашей в Макдональдс ночью. Я лег на лавочку. Мы заказали бургер. Я лег на лавочку, меня трясет просто. Говорю, вызывает такси, вызывает скорую, что-то делает. Потому что просто ни с того ни с чего у меня все тело трясет меня. Ну, мне тогда было страшно. Я не понимал вообще, что делать. Я не мог сидеть за компьютером там больше 2-3-5 часов, потому что сильно кружилась голова. Кровь с носа целыми днями. Вообще в вакханале происходило дикое. Потом я попал на одну врачиху хорошую, на невролога. Я не знал, это у меня с нервами проблемы или с чем это вообще, что со мной. Я не мог понять. Ходил к куче врачей, не мог понять. Потом попал на одного невролога. Я был до этого еще у двух неврологов. Они мне там советовали упражнения, таблетки. Ни хрена не помогало. Попал, короче, к городскому какому-то неврологу, к женщине. И она мне прописала транквилизаторы. То есть, чтобы вы понимали, транквилизаторы это такие успокаивающие таблетки, которым там, если у тебя кто-то, допустим, умер, да, близкий, или там ты уже скоро умрешь, чтобы ты как-то сильно нервничал успокаивающие таблетки. И я где-то полгода пил эти транквилизаторы. Что говоришь? Едозепам, да, вроде назывался. Еще какие-то пил таблетки. Я когда садился в самолет, мы с Дашей улетели куда-то путешествовать, меня просто всего трясло. Даже мы еще не зашли в самолет, меня просто трясет, как старого деда какого-то, не знаю, с конвульсиями. И я понимал, что так длиться не может. И она мне прописала транквилизаторы. Я их пил где-то полгода. Сейчас я пью вот такие вот таблетки. Вот такие. Мне такие помогли. Эсцетан называются. Каждый день пью их уже на протяжении двух лет. Не знаю, можно ли их так долго пить. Я пил, по-моему, сначала три разных. Я пил трое разных таблеток, потом оставил себе одни. И до сих пор я не сходил еще к неврологу. Возможно, их нельзя так долго, эти таблетки пить. Но когда я их пью, я чувствую себя адекватно, нормально себя. Сейчас начал нормально себя чувствовать только когда я пью эти таблетки. Если я один день или два их не попью, эти таблетки, у меня начинает голова болеть, в висках пульсирует. Вот здесь. Есть еще такая проблема у меня, не знаю, возможно, тут осталось ли у вас с такой проблемой. То, что когда я ложусь, допустим, на диван, когда максимальная тишина, у меня начинает пульсировать затылок. Я это чувствую, именно эти звуки. А когда я там поднимусь, допустим, с первого этажа на пятый, условно, то оно начинает так, как будто у меня молотком. И еще в ушах, то есть ты ложишься, и в ушах пульс такой. Не знаю, парни, может, кто-то с таким сталкивался. Я рассказываю свои конкретно проблемы. Сейчас напишут, у меня так детумер. Не пишите только в комментариях, у меня такое было, у меня так детумер. Потому что эти шутки, да. Дальше. Седьмое. Это я уже понимаю, а, стоп, шестое. Шестое, это я говорю не за себя сейчас, а вспомнил ситуацию, которая была у Дениса Фокса. У него был в почках камень. И буквально полгода, год назад, и он не мог ходить в туалет. Действительно не мог ходить в туалет, он пошел в больницу. Ему сказали, это из-за сидячего образа жизни, из-за того, что ты сидишь, у тебя там накапливаются, собираются камни в почках и так далее. И он просто пил воду, там ел, и все через рот выходило на протяжении двух недель. Просто все, там камень застрял там. И вы помните эту ситуацию, когда он все-таки высыл этот камень каким-то способом. И это было нереальное чудо для нашего пака тогда, в то время. Дальше. Мигрени. Болит голова. Постоянно, когда ты сидишь дома, тебе не хватает то ли воздуха, то ли чего, и у тебя начинает постоянно болеть голова. У меня бывали такие моменты на серии, когда я играю, не знаю, из 20 дней я каждый день там или через день пью, вечером именно это начинается, пью таблетку от головы. Хотя я пью и свои таблетки от нервов и от головы. Короче, вакханали жестко. Восьмое. Это набор лишнего веса. Я буквально два года назад весил 70 кг. Сейчас я вешу 75-76 кг. У меня здоровенное пузо. Сейчас 80. Да не, ну. 86. Весил 70, короче. Сейчас 85-86, я так и сказал вроде. Сейчас 75-76. Короче, 85-86 кг я сейчас вешу. У меня никогда в жизни такого веса не было. Я до этого там занимался спортом и так далее. То есть вот оно, вот он сидячий образ жизни. Вечером какой-то чай там с конфетками, еще что-то. То есть это не только, конечно, у задротов по линейджу. Это офисных работников, у каких-то водителей, у еще кого-то. То есть эти симптомы могут совпадать. Дальше. Девятое. Это дефицит общения с живыми людьми в реальной жизни. В реальной жизни. То есть ты общаешься постоянно только в тимспике, только на стримах, да? Вживую ты только мне общаешься. На меня обижается Даша. То, что я не провожу время с ней. То, что я постоянно сижу. То есть какие-то конфликты, возможно, иногда происходят семейные на этом плане. Это тоже как бы негативно влияет, в принципе, и на психику, и на твое отношение, твое состояние в целом. Дальше. Десятый пункт. Это самый последний. Это нехватка времени на развитие себя как личности в реальной жизни. У тебя нет никакого хобби. У тебя нет никаких друзей. У тебя нет вообще, в принципе, ничего. То есть у тебя только виртуальная жизнь. Даже у людей, которые ходят на работу, да? Они работают, там, условно, до пяти, до шести. Вечером приходят, там, могут с женой пойти, там, в кафе, в ресторан, в большой теннис поиграть. Еще у людей какие-то есть хобби, какие-то интересы. Развивается как-то IQ свое. То есть человек общается с людьми, с живыми людьми. И у меня, у меня же такого очень мало, скажем так. В последнее время это стало немножко больше, да? Но до этого было реально очень мало. Поэтому, парни, те люди, которые постоянно пишут, типа, за что там, когда меня приглашают, условно, на какой-то сервер, или какой-то человек мне донатит, там, 20 тысяч, да? На стриме, там, 10, и люди пишут, за что ему там донят, или за что его зовут. Это он же просто сидит, играется, ничего не делает. То есть вы должны понимать то, что за этим всем тоже есть огромный бэкграунд. Много чего, наверное, я еще даже сейчас не вспомнил вам в данном ролике. Это я вот то, что вспомнил себе, быстро выписал и решил заснять для вас вот такое вот увлекательное видео. Хочу в конце сказать, парни, то, что ни в коем случае я не жалуюсь. Я просто рассказал, чтобы вы понимали, те люди, которые захотят, возможно, сидячую себе работу в таком плане, да, активную, быть стримером, клан-лидером, пати-лидером, создавать какой-то крутой контент, потеть над этим целыми днями, сутками, ночами, думать об этом. Должны понимать, чем это может закончиться, какими симптомами, какие болезни у них, возможно, выскочат на этом плане. Теперь я хотел бы в комментариях увидеть или услышать те симптомы, те болезни, какие-то недуги, что с вами случалось. Отпишите, возможно, то, что я не сказал в этом видео, что у вас было, когда вы много сидели за компьютером, неважно, это был 2, либо работали, какие симптомы, что у вас происходило в жизни. И, наконец, я обязательно каждое ваше сообщение прочту. И, наконец, парни, если вы хотите увидеть мою трансформацию, потому что у меня не хватает мотивации сейчас, из-за того, что я постоянно много играю, стримлю, увлекаюсь этой игрой, линейджем, у меня не хватает мотивации заняться собой. То есть, заняться спортом. Как вы помните, 6 или 7 лет назад я был встроен, у меня был пресс, бицепсы, ну, я был похож на спортивного, на атлета. Я занимался спортом, занимал какие-то призовые места на городских турнирах, там, да, областных и так далее. Первые, вторые, третьи. Сейчас у меня просто нет никакой мотивации. Но я скажу вам так, если в этом ролике мы набираем 5000 лайков, 5000, ребят, да, это много, но вы меня нереально взбодрите, нереально замотивируете, то, что я буду снимать ролики и буду показывать свою трансформацию вам уже, как с того момента, ровно как мы наберем пятерку. Всех крепко обнял, берегите себя, берегите свое здоровье, ребята, и любите своих матерей. С праздником, пока!